Здравствуйте, здравствуйте! С вами Иван Шепатенский. Мы сегодня будем продолжать изучать общую тему, по которой мы идем. Это комплимент и вот тот инструмент, который по-настоящему улучшает семейные отношения, укрепляет их и возводит чувства на более высокий уровень между двумя супругами. И сегодня мы изучим вот тот аспект комплимента, который, кажется, все было до этого как подготовительный этап, а вот сейчас стоило бы его изучить. И мне кажется, даже если, ну вот ради чего стоило бы изучать вот эту тему вообще про комплименты, и про их силу, влияние и установление связи между двумя половинками, так вот эта глава, она ключевая. Почему? Потому что обычно, обычно вот так вот гладко улучшая, улучшая, говоря комплименты, все вот так вот гладко как-то оно не получается. Если бы так было, ну я думаю, что просто все-все люди в мире были бы абсолютно счастливы всеми, что-то их останавливает, и вот это вот что-то, как раз сегодня будем изучать, изучать ситуацию, причины вот таких вот пока еще не таких вот высот, которых можно было бы мечтать, и как из этого выходить, и что это вообще за ситуация. Мне кажется, это просто вот глава для того, чтобы открыть глаза на отношения между двумя супругами. Приветствую всех, кто смотрит видео, это я рад, что мы вместе изучим этот раздел. Для меня было однажды открытием, по-настоящему открытием вот эта идея, которая изучена, и сейчас вот в диалог будет рассматриваться между мужем и женой, который действительно по-настоящему так был, и мы, я думаю, что большинство людей увидят себя в глазах, вот, да, в словах этого рассказа, и поймем, что стоит в мыслях, в идеях, желаниях второй половинки, почему реагирует каждый на то или иное событие. В общем, мне кажется, очень загадочно. Я начал это видео, и стоит нам просто начать изучать, и я думаю, что в этом коротком видео мы получим сильный инсайт, открытие для себя по-настоящему, и будем понимать, что происходит в нашей семье, почему именно так реагирует наша вторая половинка, и что самое главное мне делать в этой ситуации. Поехали сразу к тексту. Когда мы исследуем процессы и изменения, происходящие между двумя супругами, мы обнаруживаем, что есть какая-то вот такая тенденция в отношениях, да, что зачастую в начале семейной жизни они шли друг другу навстречу гораздо больше, чем в последующем, вот когда все так еще, да, тепло, горячо, вот эмоции, все это первое время, а потом как-то оно сглаживается, и что из них было настоящим, ну вот у каждого будет свой взгляд на эту вот тему, что по-настоящему было, а что уже как бы не настоящим было, или это первое, вот эти эмоции, они те, которые прям вот то, что надо, или последующие годы жизни, где эмоции немножечко сгасают в плане бурной эмоции, посмотрим, может быть, есть шанс вообще-то усилить вот эти эмоции в последующих годах, и поймем, что делать-то, да. Так вот, это вот тенденция, вначале люди друг к другу навстречу больше идут, и в общем более таки открыты, и более готовы, да, друг для друга, а потом оно все сгасает. Одна из причин уменьшения взаимопомощи, это не только взаимопомощь, но и взаимодействие, я бы сказал, да, в принципе, это неправильная реакция одного из супругов на действия партнера по браку. Просто потому, что у нас какая-то не такая вот реакция на его поведение, не то, что он как-то вот плохо, мы видим как-то иначе его поведение, а он видит как-то по-своему. Проиллюстрируем это в следующей истории. Жена пожаловалась, что муж совершенно не говорит ей комплиментов. Ну, не знаю, классическая ли это ситуация, можно ли это назвать классика жанра, но идея понятна. Вот такая вот ситуация в отношении между супругами. Мужчина говорит мало слов комплиментов. Чего, что тебе лень, что ли, сказать ей пару приятных слов, чтобы ей было более приятно с тобой находиться, и она вместе с тобой цвела и как бы вот раскрывалась, да. Жена пожаловалась, значит, муж признал ее правоту. Да, факт, так это произошло. Так что же он, раньше, что ли, не знал? Но утверждал, что она сама в этом виновата. Это был, по его словам, долгий процесс. Как это происходило? Почему в результате, когда вот в той ситуации, где они уже находятся, как они к этому пришли? Действительно, он не говорит, и причина этому есть, и он сейчас ее пояснит. Все, поехали. Как-то раз рассказывал он, мы сидели за обедом. Еда была очень вкусная, я сказал об этом супруге. Нет, ты просто голоден, отреагировала она. Простая, обычная жизненная ситуация. Он, какие-то приятные слова, да, в адрес супруги о том, что как она приготовила еду, или просто по поводу еды и вкуса еды, а она, нет, ты просто голоден. В один из дней, другая ситуация, продолжил он свой рассказ, я решил, в конце концов, купить жене дорогой халат, о котором она просила много раз. Я потратил много времени и сил на поиски, нашел халат, который, как мне кажется, очень ей понравился. Придя домой после работы, я протянул ей покупку. Как я и ожидал, у нее загорелись глаза, то есть вот первые эмоции, подарок, приятность. Но через несколько секунд, продолжая рассматривать его, она рассказала, она, рассматривая его, она сказала, что случилось, профсоюз раздавал халаты работникам на фабрике? И вот этот вопрос, ну, как бы, вероятно же нет. Но этот вопрос, к чему этот вопрос? Ну, вот, шутка ли это, не шутка? Ну, в общем, вот такой вот вопрос. Конечно же нет, ОВА знает, но вот просто, как бы, с чего вы это вдруг? Тоже такой же, такой же вопрос, как и вот этот вот, про фабрику, про профсоюз. А что случилось? С чего вы это, подарочки? То есть вот такой вот вопрос, он, как бы, легкий, но в нем что-то есть, вот это какое-то зерно. Сейчас рассмотрим его. В другой раз, когда я пришел домой с цветами, она спросила, наверное, продавец цветов на углу не давал тебе пройти, пока ты не купишь у него. Это тоже, конечно же нет, но, конечно же, это так не было. И даже если бы это так было, он же мог ей отказать. Он купил не потому, что там что-то произошло с продавцом цветов, а вот, ну, явно же, что ей будет приятно. Почему она говорит такие вот странные слова? Хочу сказать, что каждый ответ из вот этих ответов жены в адрес мужа, ощущение у мужа, ну, не супер. Ну, вот в прямом смысле, если кто-то думает, что, в общем, это нейтрально, это в тот момент, когда хочется сделать приятное жене, вот такие вопросы, они не только угасают пыл и желание, но это, как бы, противоположная эмоция, абсолютно. То есть от ожидания это абсолютно противоположные противоположные эмоции. Что в результате? В результате что получается? Когда он закончил историю своей жизни, вот эти вот истории, я обратился к его жене и спросил, правильно ли будет сказать, что когда вы отреагировали на его слова высказыванием «ты просто голоден», например, по поводу еды, вы хотели, чтобы он сказал еще раз, «нет, еда на самом деле была вкусной». Она ответила, «да». Когда вы сказали, что халаты, вероятно, раздавали в профсоюзе, вы на самом деле хотели, чтобы он сказал «нет, я купил халат, потому что ценю тебя». Она кивнула в знак «согласен». Да, вот так и было. Вероятно лишь, что когда вы отреагировали так, как отреагировали по поводу цветов, на самом деле вы хотели, чтобы он сказал «нет, я купил цветы, потому что я благодарен тебе за твой труд ради меня, ради семьи и она опять ответила очень правильно я объяснил им обоим вот такая вот ситуация он делает ей приятно а она реагирует странными странной реакции как для мужчины очень странная реакция угасает пыл и как бы здесь не только восхищение здесь еще и пренебрежение вот этим вот поведением ну в общем как это это вот поведение она не оценилась по достоинству словами жены но вот автор книги консультируя эту семью говорит о том что как бы уточнял жены что действительно так ли она хотела чтобы он подтвердил и сейчас он объяснит почему она именно так хотела но она это делала неосознанно это не специально что ли называется да она как-то вот так вот делала это для того чтобы что-то произошло с этим мужем то чего она настоящему хочет я объяснил им обоим что иногда один из супругов пытается что-то сказать а второй воспринимает это ровно наоборот и никто из них в этом не виноват вот так произошло она хочет это увидеть вот под таким углом а он ожидает ее реакции совсем другое что она сейчас будет радостно в общем веселая благодарная будет приятные слова за внимание и за и все это вот то как он себе мечтает но на самом деле она почему-то реагирует абсолютно противоположно в общем с осторожностью и каким-то можно сказать пренебрежением или ну можем сказать нивелирование значимости ну то есть вообще прям ну как бы обесценивает вот хорошее слово значит так вот она хотела сказать повтори еще раз на самом деле эти вот этими вот фразами он же пришел к выводу что с этой женщиной не о чем говорить чтобы он не сказал воспринимается негативно и поэтому самое лучшее не говорить ничего чтобы не получать вот такую вот реакцию от жены ему лучше дешевле что ли да эмоционально и просто вообще ничего не делать не инициировать никакой реакции и соответственно его желание сделать что-то хорошего от жены комплимент это или приятный подарок все меньше и меньше ему не хочется этим заниматься а соответственно через какое-то время он этим и не занимается потому что ему неприятно это из-за чего потому что он пока еще не понял ее вот эти вот подсознательные намерения иногда комплименты отвергают оба супруга но выше приведенный пример больше отражает женскую реакцию вот женщина так реагирует на мужчину тоже так реагирует и в общем ну скажем так как бы вот такая ложная скромность что ли проявляется ну что вы но это же легкое задание было это то есть вот эти вот фразы вот эти вот слова да это мне вообще как бы очень легко да это ничего не стоит мне это вот эти вот фразы которые тоже мужчина говорит это показатель того что на самом деле на самом деле он бы хотел услышать даже если для вас это легко на самом деле это ценно для нас и вот эти вот слова он хочет услышать и это вот та благодарность которую он ожидает это это называется как бы со второго захода она вот почему-то значительно более ценно почему мы сейчас узнаем почему мы не воспринимаем этот комплимент с первого раза а для нас ценно чтобы нам его повторили дело не в количестве потому что можно было бы повторить 30 раз но это не нужно нам достаточно именно второй раз но если это третий это может быть даже перебором и тем не менее вот этот вот почему-то повторный круг для нас ценник для как для мужчин так и для женщины сейчас увидим причину этого как правило когда мужчине делает подарок он спрашивает сколько это стоит или как этим пользоваться и он конечно же впечатлен самим фактом дарения то есть нет 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 ни что подарили а что подарили вот вот это он конечно ценит но сейчас он делает акцент на то что подарили и как это стоит сколько стоит у разного такие аспекты самого подарка он впечатлен самим фактом дарения но как видно больше сфокусирован на практическом аспекте подарка а жена когда получает подарок от мужа сосредоточена в основном на эмоциональном аспекте это не разделение вот мужской женщина вот точно однозначно так но большей степени так мыслят мужчина большей степени так мыслят женщины вот так вот виднеется в большинстве случаев и тоже это не на не сто процентов ну в общем склонность у мужчин и женщин именно такая больше на эмоциональном аспекте о чем свидетельствует подарок по поводу его отношения к ней как он показывает что он готов для нее сделать то есть не что он подарил а что он подарил и что он готов для нее и для женщин это очень ценно. Женщина может расчесываться от простого цветка и не потому, что она удовлетворится малым. Вот мне достаточно маленького цветочка и это уже для меня более чем достаточно. Нет, сам факт, внимание, это уже большое дело. То, что этот цветочек стоит 3 копейки, это не важно. Важно, но в каких отношениях это может быть значительно менее важно, чем сам факт внимания. Но в любом случае, что бы он не сделал и что бы он не подарил ей, будет подвергнута анализу. Что он готов сделать для меня? Этот эмоциональный процесс происходит у женщины всякий раз, когда муж ради нее моет посуду, например. Три копейки дела. Здесь вообще нечем говорить. Небольшое дело. Это может быть пару минут занять. Но то, что он это делает, для нее это может показаться очень ценным. Хотя, ну по сути, это вообще не великая ценность поступка. Например, прибивает гвоздь тоже может быть для кого-то это вообще на три копейки. Но тем не менее, вот сам процесс, что он это делает для удобства жены. Это может вызывать очень бурю, большую благодарность и бурю эмоций. И дает эмоциональную поддержку. В результате этого эмоционального процесса, когда ее хвалят, она может отвергнуть комплимент. И вот этот вот момент, когда она говорит какие-то вот такие фразы, там по поводу цветочника, продавца цветов, или по поводу вкуса еды, и что он, например, голоден, или по поводу халаты, все эти слова, эти фразы, как будто бы обесцениваны. На самом деле, это проверка на ценность самого комплимента. Это очень важно сейчас сфокусироваться вниманием. Вот это перепроверка его внутреннего содержания этого комплимента. Не вылетело ли это из его уст, как вот мимолетное, как бы случайное, внезапное, вот такая вот мгновенная реакция, которая на самом деле, он потом подумал, чего я уж там перегибаю. Вот она хочет проверить, ты не сгоряча ли сейчас сказал комплимент, или потому что ситуация обязывает, поэтому ты сказал комплимент. Она хочет перепроверить за твоими словами. Действительно стоит вот этот смысл, в который можно было бы вложить эти слова. И когда можно увидеть этот смысл, тогда, когда переспросив, отвергнув этот комплимент, вот поверхностный слой, первое впечатление, отвергнуть и посмотреть, а действительно ли он это чувствует. Если он это так чувствует, ну он скажет, не-не, это правда, это по-настоящему. Это уже какие-то вещи, которые подтверждают, что за словами стояло серьезное намерение. И я действительно хотел сделать подарок, я старался для этого, и я думаю, что тебе это нравится. И она скажет, да-да, нравится, мне это нравится. Потому что, почему? Потому что на самом деле ей это нравится, только она хочет увидеть не сам подарок, а его готовность для нее что-то делать. В результате этого эмоционального процесса, когда ее хвалят, она может отвергнуть комплименты, потому что, или потому что смущена, или реагирует в стиле, да я знаю, да знаю я тебя, это ты несерьезно. Или вот такие вот слова, это из-за чувства, неудобства или чувства, подсознательного желания перепроверить ценность этого комплимента, что стоит за этим комплиментом. Или хватит, я не люблю таких слов. Ну, в общем-то, когда комплиментами немножечко усыпали, и это стесняет человека. Человеку не очень приятно стесняться, и поэтому вот эти комплименты дешевле ему отбросить, откинуть эти комплименты, и тогда ему менее будет, он менее скован будет, и, в общем, не будет более чувствовать, ну, не знаю, какой-то вот дискомфорт, стыд, неудобство, что ли, ну, в общем, стеснение, да, он не будет чувствовать. Ему дешевле откинуть этот комплимент, чем чувствовать стеснение, и поэтому, ну, говорит, ну, что вы, ну, прекращайте, ой, ну, то есть, как будто бы, ну, то есть, как будто обесценивает этот комплимент, или, или вот эта вот ложная скромность, к которой люди привыкли, что, ой, вы талантливый человек, не, ну, что вы, какой талантливый человек, это просто, просто везение, просто, просто так получается, то есть, какие-то вот такие вот вещи, которые люди откидывают эти комплименты, обесценивая их, говоря, что, нет, нет, на самом деле, это все потому, что человеку дешевле их откинуть, чем их принять, потому что, принимая их, человека затрагивает самолюбие, кордыню, и это может показаться для него нескромным, что ли, да, так вот, еще более нескромно это отвергать, а вот это отвержение, оно выпрашивает второй комплимент, и еще, и еще, так вот, это, на самом деле, отсутствие стеснения, да, вот, отсутствие скромности, когда человек еще и выпрашивает дополнительные комплименты, но и в этой ситуации, когда мы говорим о мужа и жене, подводя итог нашей встречи сегодняшней, сказать о том, что жена отбрасывает, отвергает эти комплименты ради того, на самом деле, ради того, чтобы он подкрепил еще дополнительно, вот, вот, свои слова, свой поступок, еще дополнительным чем-то, убеждая ее в том, что он по-настоящему так считает, и даже этих слов ей будет достаточно, чтобы увидеть в нем серьезное намерение и укрепиться в том, что действительно он это делает не сгоряча, не потому, что он должен был бы в день рождения подарить хоть какой-нибудь подарок или что-нибудь, вот так вот может он подумать, и она думает, наверное, просто подарил, чтобы что-то подарить, но на самом деле она не хочет, чтобы он что-либо подарил, она хочет, чтобы он сделал для нее приятно в этот хороший день, и это дополняется вот такими вот повторными подтверждениями своих первых слов, слов-комплиментов. Все это для того, чтобы, то есть, все эти слова отвержения комплиментов можно заменить одной фразой. Повтори мне еще раз. Вот это вот фраза, та, которая стоит за любой фразой отвержения или, можно сказать, нивелирования, пренебрежения, обесценивания комплиментов. На самом деле это не обесценивание, это просьба, хочу еще раз это услышать. Я желаю нам всем семейного счастья, и пусть это семейное счастье сделает у нас счастливое общество, счастливое общество с счастливыми семейными парами. Приглашаю, как обычно, приглашаю участвовать благодарительными деньгами в поддержке Благодарительного фонда по ссылочке в описании, и я надеюсь, я надеюсь, сегодняшний день будет успешным для всех, и желаю нам всем только хороших новостей.